Гостей Комаровского рынка встречает пышущее здоровьем Баба Рая. Отлитую в бронзе торговку семечками скульптора Олега Куприянова так прозвали минчане. Полтора года назад ее образ покорил социальные сети. Теперь в Инстаграме Баба Рая рекомендует белорусам самые свежие овощи и самые приятные цены. Что такое рынок? Это место, куда приходят не только, чтобы сделать покупки, но и чтобы пообщаться. Современная форма общения – это социальная сеть. Просто мы, скажем так, рынок перенесли из реальности еще в виртуальную реальность, где тоже можем пообщаться, обменяться какими-то мнениями, поделиться с нашими покупателями, они же подписчиками чем-то. В феврале 2016-го трехтысячный подписчик аккаунта Комаровки получил в подарок мешок картошки. Сейчас за новостями рынка следят больше 20 тысяч человек. Яркие художественные снимки и остроумные подписи – дело рук Ивана Ткачука. Без опыта и курсов ему удалось сделать, пожалуй, самый читаемый и популярный аккаунт среди госучреждений Беларуси. Недавно на рынке еще и разрешили фотографировать все, что захочется. Получилось так, что немножко громко это как-то все выстрелило, люди стали обсуждать. Ну, хорошо, милости просим, это же здорово. Настоящая жизнь кипит все же офлайн. На сезонном рынке безумство запахов – овощей, фруктов, грибов и ягод. Каждый день отовариваться на Комаровку приходит больше 50 тысяч человек. А купила я черешенку, клубничку и огурчики, которые сейчас замыла солью и буду хромкать. Если хочешь купить что-то подешевле, приходи пораньше. Вот, можно приобрести фрукты, овощи подешевле. Хороший выбор продукции и на открытом, и на закрытом рынке. Все нравится и очень чисто. Разная форма, фактура и цвет. На Комаровке так много всего, что можно растеряться. Сергей из-под Пинска торгует овощами. На собственной грядке фермер вырастил и индийский белый огурец. Я их сейчас в коробочки достану, они будут даже еще холодные. И как будто только что с куста. Вот это родничок. Сейчас еще у них ни у кого нет. Можете пройтись по всему рынку. Настоящий родничок. Найдите у кого-нибудь еще. Площадь крытого павильона чуть больше пяти гектаров. Так столько же занимает столичная площадь Якуба Колоса. Здесь мясо, сладости, хустовары, приправы. Как раз ими торгует фуркат уже больше десяти лет. Поэтому в ароматных и пряных смесях ориентируется почти не глядя. И рассказывает, за это время его покупателями были гости из России, Латвии, Канады и Америки. Барбарис тоже очень полезен. Повышает гемоглобин тоже хорошо. Куркума тоже хорошо помогает. Это для организма очищает кровь, печень, почка лечит. Крытый павильон Комаровки – это памятник архитектуры и градостроительства. Его высота – 26 метров. С десятиэтажный дом. Покупателей рынок принимает с 1980 года. Сегодня здесь бесплатный Wi-Fi и детская комната. В ней педагоги развлекут ребенка, пока мама выбирает продукты. На Комаровке обещают, горожан и гостей Минска еще ждут приятные сюрпризы. Но пока их держат в секрете.